Пасхальная неделя Потому что для нас важна сама суть Понятно, что лучше это делать в правильный сезон, в правильные дни Но мы в любом случае знаем, что Христос воскрес и Он жив Но прежде чем это произошло, когда Он прошел через распятие, прошел через Голгоф Был до этого въезд в Иерусалим Что интересно, что у нас в этом году совпало верное воскресенье еще и днем космонавтики То есть попытка взлететь в другие ворота Вылететь уже в новые космические пространства Это тоже случилось в данный день, по крайней мере, его отмечают в данный день Но мы с вами говорим совершенно о других сейчас воротах Мы говорим о том, что Иисус входил в Иерусалим И там эти золотые ворота, которые после этого шествия закрылись И пророк сказал, что они будут закрыты Замуровали их спустя какое-то время, потому что царь славы уже вошел И это были те ворота, через которые Христос входил в этот город И вы знаете, что не просто так люди постелали одежды и кричали Ассанна, вот мы читаем Матфея, 21 глава Множество же народа постелали свои одежды по дороге А другие резали ветви с дерев и постелали по дороге Народ же, путешествовавший и сопровождавший, восклицал Ассанна Сыну Давиду Ассанна Это значит спасение, выход На самом деле они говорили о том, что вот он, спаситель То есть спасает людей Хотя сами не понимали, что произносят Потому что это был просто восторг, который они выражали Сегодня так многие люди говорят слова какие-то И выражают свои эмоции этими словами, за которыми совсем не тот смысл стоит Но так как не задумываются над словами, то и произносят И, допустим, такое выражение, как «ничего себе» Это люди выражают удивление А на самом деле не вдумываются в суть слова Что сами себе ничего не желают Поэтому такие паразиты надо убирать из своей речи Но то, что касается Ассанна, сыну Давидову Это как раз выражение эмоций, которые они чувствовали с приходом Христа в этот город И были способны постелать не только ветви, но даже одежды Одежды в наши дни стоят, может, недешево А уж в то время особенно дорожили люди своей одеждой Однако они были готовы постелать ее, чтобы осел прошел по этой одежде, на котором находился Христос И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение И говорили «Кто сей?» Я хочу, друзья, чтобы мы сегодня в этот период праздников молились, чтобы Иисус вошел в каждый город России Чтобы он вошел в каждый город не только нашей страны, но там, где есть люди, знающие своего Бога Потому что Ассанна, сыну Давидову, нам нужно спасение сегодня городам Нам необходимо спасение людям, которые живут в темноте При том, что так много света и физического есть сегодня Но тьма застилает глаза Люди вот в этой суматохе не понимают, где они и что происходит Но мы с вами сейчас обращаемся к такому Богу, который сказал «Воззови ко мне, и я тебе отвечу» Поэтому пусть он войдет в наши города, а города придут в движение В движение от его славы, в движение от того, чтобы люди задались вопросом А кто же он все-таки? Кто сей? Кто был как историческая личность? Кто был как сверхъестественные возможности Божьи на земле? Кто был вообще спасителем? Небесный Отец, во имя Иисуса Христа прими благодарность за то, что мы к Тебе взываем Мы просим у Тебя эту милость и благословляем каждого человека Познанием Твоей воли И в эти праздничные дни Ты благослови каждого открытым небом, открытым сердцем Познанием Тебя, познанием себя, познанием времени, в которой мы живем Будь благословен, Господь, знающий, для чего Ты дал нам родиться в этот сезон и в это время Прими благодарность за милость, за мир, за ведение, за мудрость И все, чем Ты нас уже снабдил Во имя Иисуса Христа Аминь Всего доброго До новых встреч До свидания Субтитры создавал DimaTorzok